здорово новый фон сделал его абсолютно нейтральным даже снял гитару с этой моей подставочке моей основной подставочке сюда и поставил как одну из самых красивых моих гитар и она здесь конечно очень вписывалась но я ее специально убрал потому что сегодня хочу сделать видео которое хотел сделать уже не знаю года три наверно только как с начала появления канала гитарная история хотел все мои гитары собрать и показать вам от самой страшной к самой самой красивой причем не просто там смотреть как-то там на инкрустацию а вообще вот общий эффект гитары мое последнее видео с гитарой они точно меня убедил что нужно делать и прямо сейчас пока у меня есть о ней так как ни на одну такую гитару не было столько комментариев как от вас на они что могут ата гитара бомбезная красивая тут я вижу куда потратили день или за что заплачено никогда не писали вот какую пьет ару не показывал может быть комментарий типа ну что за сутскок за что они там столько денег хотят и вот на одну единственную гитару они но это прям я яшьяр до сих пор удивляюсь поэтому я решил показать свои гитары не отца мы уже делали да там нужно сейчас можно делать потому что абсолютно другая другой состав коллекции сейчас но можно делать и от самый дешевый самый дорогой там от самой ценных или менее ценных боли на сегодня сделать самый красивый если бы это был обзор на лампы как называют светильники это был бы самый один из самых красивых но так как он форме гитара считаю что это одна из самых некрасивых гитар именно из-за вот этого торшера или как там он называет просто надо было с чего-то начать только потому что у меня сейчас очень много самых метальных гитар для металла и оставлю этот р.г. никаких претензий у меня нет гитарам р.г. насчет головы ибанез р.г. мы с вами уже имели удовольствие побеседовать ну а вообще это самая такая простенькая р.г. 120 по сравнению с другими гитарами поставил сюда сразу после звезды как 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 минимум из-за позорнейшего паровку бредер то есть машинки машинка здесь абсолютно какая-то аляповатая некрасивая а так вообще это хорошие интересные красивые гитары на которых уж сыграть тяжелый металл раньше даже говной палки были лучше но я не могу это поставить никуда выше даже наследие пола гилберта это личная гитара пола гилберта и бонез конца семидесятых копия лес пола на болтах и все как не пустотелое все как не нужно делать лес пола но у этой гитары мне больше всего нравилось мне нравятся звучки просто как они смотрятся вот это светлым светлом ясене с головой которая мне очень не нравится вот это вот для синглкатов это голова конечно была не очень как мне кажется ну хотя бывает хуже но это гитара у меня одна из самых таких некрасивых опять же если бы здесь не было пола гилберта в этой гитаре то и даже сбывка снимать идет который более-менее с этими черными черными оботочками придают и какого-то какой-то ну такой немножко интересности эта гитара не самая удобная но интересно тут гриф сделан как вот игра заколдованная страна была сделана как говорят заколдованная страна это не копия джинс джо кинс это как кто-то когда-то слышал как кто-то рассказывал про джинс джо кинс и потом сделали игру заколдованная страна гриф на этой детали да и вообще вся на поле менее так как тут а когда-то поиграл на лос поле и потом рассказал кому-то, что такое гитара Les Paul и ее решили воссоздать. Это я, конечно, немножко утрирую и сарказничаю, но все равно гриф здесь не 50-х, не 60-х, лакированный болтовой, а болтовые Les Paul это не самые привлекательные гитары, я думаю тут объяснять вам нечего. Эта гитара стоит вот на таком низком месте именно из-за этого. Вот этот вот трудно было доставать, бывает такое, даже когда я говорил, от самой дешевой к самой дорогой легко, да, там все уже цены-то уже известны, обусловлены и так далее, а когда я делал от худшей к лучшей, там я столкнулся с проблемой. Здесь этот выбор еще тяжелее или труднее. Это отличнейший Les Paul, мне он нравится, он мне нравится все больше и больше, он сделан по всем канонам Les Paul, вес, звук, эстетика, все есть. Эстетика, кстати, здесь было сделано так, чтобы сделать что-то свое, но похожее. Опять же, как вот я всегда твержу по поводу музыки, да, когда кто-то играет и что-то похожее на сектор газа, сразу говорят, косит под сектор газа. Я говорю, не косит, а играет в стиле, то есть в стиле Heavy Metal, в стиле там Hard Rock, в стиле сектор газа, как там, колхозный панк можно назвать или как-то так. И не нужно договорить, что вот только одна эта группа имеет право существовать, все остальные, кто будет играть в этом стиле, это уже типа имитации, подражания и так далее. Эта гитара, это хаммеровский взгляд на сингл кат, на Les Paul и сделан по всем канонам, понятно, потому что просто тогда попали, гибсон с этим, но когда вы смотрите на голову, хаммер, все, ничего тут нет такого плохого, но вот даже вот сравнивать с предыдущей головой, как-то вот хочется, что, ну вот, опять, это просто в сравнении с гибсоном Les Paul, хотя практически эта гитара лучше. Вот третья, четвертая струна, расхождение меньше, чем на гибсоне Les Paul. Вот эти вот три ручки, они как-то уже не смотрятся, а так здесь красивейший топ, кленовый здесь все, ну и, кстати, инкрустация, если честно, то вот эти пробелы, опять же, чтобы не походить сильно на Les Paul с их вот этими вот трапециями, как-то вот я сижу, смотрю и думаю, лучше бы, конечно, не было вот этих вот, ну как-то оно как-то не так. Вообще, это, конечно, отличная гитара, но у меня собралась такая красивая компания, поэтому я ее поставил так низко. Кабронита. Кабронита это гитара, которую я люблю все больше и больше и больше. Телекастер, она была бы, если бы это был обычный телекастер, даже сделанный, как этот телекастер под бродкастер, то есть с черной, с черной пляшечкой тех ранних, ранних 50-х, эта гитара вот с ее, с ее звучками, с ее эстетикой, с ее даже название вот работает прям, название Кабронита переводится как коза, ну то есть как козел, то есть не животное, именно вот так как обзывательство такое, такое, как жен, подонок женского рода. Каброн это подонок, Кабронита это испанская вот именно женского рода. Испанский богатый язык, они там могут это даже, даже женщин подонками называть, но что дает ей эстетики, это одна только ручка громкости, без всяких тонов, то есть дает ей такой банковости, вот именно дерзкости, резкости, будучи телекастером. И, конечно же, Тиви Джонзы, то есть гречевские классические звучки, которые стоят в греческих полуакустических банках. Эта гитара, она вот именно такая рок-н-ролльная, дерзкая, у нее эстетика и звук у нее примерно такой же. Мне эта гитара нравится, я ее как-то когда взял, я ее выставил, никто ее не хотел покупать по довольно-таки нормальной цене, я же как-то раздосадовался еще до того, как я уезжал, она была у меня в том списке гитар, которые нужно продать перед уездом. Я приехал сюда, настроил ее на полтона ниже, начал играть Antilet Slips на ней, и все. Это одна из моих любимых гитар, сейчас она никуда не продается, даже хотя неужели как бы место хочется освободить под некоторые гитары. Набрал я в последнее время, но нет. Она красивая, эстетическая, вот именно что касается классических таких фон, поэтому я ее поставил выше даже, чем вот Хеймер там и так далее. Гитара, на которой я использовал выражение Луи Бански, то есть форма деки у этой гитары выглядит немножко по Луи Бански. Луи Бански это был такой интересный герой нашего времени, шутка. Ну понятно, что опять же, тут же как вот и на Хеймере, хотели сделать что-то немножко свое, немножко отличающе, если там от классических стратокастеров. Тут красивейший топ стоит, здесь красивейший гриф, здесь нет анкера, здесь все сделано очень-очень хорошо. Голова тоже что-то хотелось сделать свое, что-то хотелось сделать, причем она не то, чтобы там даже форма ее, просто как-то они не успели, да, хотели сделать ее matching, но она как-то не сильно matching. Тут она какая-то тусклая, как вроде вообще даже другого куска клена сделана, чем здесь. Но все равно, эта гитара красивейшая, эта гитара удобнейшая, эта гитара звучащая, есть у меня намного лучше звучащие гитары, и вот тут он заставляет меня задуматься, то есть вот это вот отсутствие анкера в этой гитаре, может быть оно сказывается, но я все еще изучаю этот вопрос, и когда-нибудь мы с вами насчет него побеседуем. Но Вижье Эскальбур стоит вот на этом месте. Эту гитару можно было отставить куда хочешь, как хочешь, и вообще она просто могла быть. И на самом первом, и на самом последнем, смотря кого мы спрашиваем, вообще наследие вот этих ранних, еще тех времен, ранних 80-х или средних, ну где-то середина 80-х, бисеричи, это, конечно, ну, вы знаете, те, кто смотрели мое видео про историю гитар бисеричи, зебра, это уже немножко ушедшая от нас эпоха того времени, но все равно вот даже вот эта голова, которой нужно привыкнуть, я согласен, но все равно эта гитара, она просто кричит, кричит хэр метал, кричит глэм, кричит, вот 80-е, эта гитара, ну, не дать, не взять, короче, просто-просто отличная. Мне всегда нравится вот на нее посмотреть, взять ее в руки, поиграть на ней всегда только одно удовольствие, поэтому я считаю, это красивая гитара, но она немножко проигрывает следующим гитарам, гитарам, о которых мы поговорим сейчас. Эта гитара должна была стоять ниже по всем, по всем канонам, что касается материала, из которого сделана гитара и так далее, но здесь мы немножко от этого отрекаемся, мы просто смотрим на инструмент, как он выглядит со стороны, и этот инструмент выглядит просто отлично. Конечно, мы не будем, да, как бы смотреть и закрывать глаза на шпон вместо топа, не будем смотреть на другие какие-то аспекты, но это отличная гитара, это одна из самых более-менее бюджетных у меня гитар, это Washburn, Washburn, который сделан в Parallax серии, сделан под тем еще каноном Washburn, личная гитара, ну, или гитара из коллекции Валерии Агаины, отлично, красивая, красиво смотрящаяся гитара, но если мы начинаем присматриваться, мы видим более-менее дешевый вот этот белый пластик на окантовке, вот этот шпончик там, и, понятно, это просто наклейки идут, которые идут в инь-янь, если бы их всковырнуть, то гитара бы, наверное, даже выглядела немножко по-другому, а так, красиво выглядящая гитара, ну, и плюс, наверное, голова здесь придает немножко, вот как-то, мне кажется, с этой голова, вот тут, 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 вот, попали, немножко тут видоизменили, что-то среднее между ESP и Джексоном, и они попали на такой метальный шредерок, это как раз оно. А вот следующая гитара, которая ее побила, как раз только из-за того, что мы видим здесь, и мы не закрываем глаза, что здесь все материалы, конечно же, лучше, то есть тут и настоящий топ, тут машинка намного более-менее, не намного более, намного более-менее, вообще так можно сказать, напишите в комментариях, более-менее покачественней, и вообще вся эта гитара, но голова здесь ее немножко, ну, как дело, и не делает ей услуги. Ну, а так это, это очень хорошо выглядящий такой, даже не шредера, можно сказать, такой фэт-страт, или, ну, что-то типа, что-то типа такого, среднего между шредером и фэт-стратом. Ну, а вообще, конечно, вот этот Tabacco Burst, это один из моих любимых окрасов, с волнистым, он с таким кленовым топом, это красивая гитара. Голова Тома Вендерсона, она всегда будет людей отпугивать, особенно кто не знает, что такое Том Эндерсон, те, кто знают, что такое Том Эндерсон, голова их не отпугивает. И звучки тоже, конечно же, на любителя, то есть они такие, как, ничем сверху не отделанные, тоже придают своего шарма, но для непривыкшего глаза Том Эндерсон может немножко казаться странным. Трудный сейчас выбор у меня начинается, ну, ладно, взял я ее. Эта гитара, понятно, что она была так высоко в списке, продолжала быть, потому что это крутейшая гитара, она выглядит круто, да и вообще эта гитара по всем параметрам одна из самых лучших. Но все-таки вот если на нее смотреть и как-то вот пытаться там привыкнуть вот этому вот обтекаемой форме, ну, Джо Сатриани, сейчас это считается с Джо Сатриани, то можно как-то туда придраться. То есть те, кто не привыкший, те, кто не знает, что это за гитары, там, те, кто привык к каким-то особым, там, и не только к гитарам для металла, а для китары классическим, да, стратокастерам, там, и так далее, эта гитара может их немножко отпугнуть. Но цвет здесь супер красный, супер четкий, и вообще она вся, на нее смотришь, и хочется брать и шредить на ней, даже если ты толком не умеешь этого делать. Эта гитара Джо Сатриани, GS2480, отличнейшая гитара. Если у кого-то есть какие-то вопросы, брать или не брать, я могу только посоветовать. Тоже акустасоник можно было поставить ниже, и я бы его поставил ниже, но, выслушайте меня сначала, вот этот, даже если бы это был не американский флаг, даже если бы это был флаг, я не знаю, британский, австралийский, канадский, или какой-либо другой, на вот этом вот, таком вот, ну, как бы потрескавшийся, кажется, камень, тут, может, вам даже в камеру не видно, эта гитара, она вообще вот с американским, акустическая гитара с американским камнем, ну, с камнем, говорю, флагом, она как-то вот кричит о кантри, она говорит, что вот, и так же, как бронита была такой, ну, дерзкая, рок-н-ролльная, эта гитара, она прям, прям говорит, я вот, кантри-гитара, американского стиля кантри, и она, она, мне кажется, одна из самых вот красивых акустасоников вообще, есть акустасоники, которые намного дороже ее, там, из кола, из каких хочешь ворот дерева, но, просто вот весь общий вид, так же, как у каброниты, мы сейчас о телеформах говорим, она, вот, как бы, выглядит прям, я не знаю, как это объяснить, может, вы мне напишите в комментариях, как вы объяснили это, санкастер, тоже, трудный был выбор, когда же санкастер взять, и показать его, как одну из самых красивых гитар, у санкастера много чего красивого, но, так же, как я сейчас показывал предыдущую гитару, и говорил на русском языке о ней, так же санкастер может немножко колоть глаз некоторыми своими аспектами, но, если вы не обращаете на них внимания, и понимаете, смотрите на знак солнца, понимаете, что это ничего там не значит, ни с какой символикой, это, ну, больше связано там с ярылой каким-нибудь там, богом солнца и так далее, с древнеславянскими поверьями и так далее, то эта гитара просто выглядит красиво, эта гитара как стратокастер, именно вот она один из самых красивых, самых лучших стратокастеров, которые у меня были, тем более вот с переделок, со всеми апгрейдами, которые на ней были сделаны, тонкий гриф, эбони, борт, топ из клёна, а на стратокастерах, кленовые топы, это вообще редкое явление, тем более такое, ну и плюс здесь хамбакер и рельсы с пустышкой придают ей такой вид мощный, как можно так сказать, и стратовская голова, которая тоже по цвету подходит под деку, это один из самых красивых вот таких вот стратов, которые у меня были именно, вот, которые выглядят как страты, ну и не отходя от кассы, это уже я, скорее всего, очень супер субъективно это всё рассказываю, но вот этот красный страт с чёрным крестом барона красного, это вот просто тот страт того 90-х, ну как конца 90-х рок-н-ролла, вот как-то вот мне всегда он казался такой, как вот кавбранита, такой был дерзко такой, на грани панкового блюза, вот если бы был блюзы панк вместе, это чисто такой фендер для металла, вот как-то мне казалось, ещё раз хочу сказать, что это чисто субъективно, но она всегда, я вот прохожусь взглядом по своим гитарам, я на неё смотрю, она вот прям немножко выступает, вот по притягательности, но я согласен, что если кто-то скажет, что чисто такое вот, больше как субъективное мнение фаната, того пацанёнка 90-х, кто фанател от группы, от гитариста, который играл на этой гитаре, ну и вообще от вида саму гитары, ну куда ж мы денемся от наших ностальгических воспоминаний, наверное я нифига не пычу в басах, не наверное, а точно, но этот бас, мне кажется одним из красивейших басов, даже вот с этой лопатой непонятной, не клюшкой, как её, с ней пинг-понг можно играть, на застольный теннис, но вот я смотрю на него на весь и думаю, всё-таки бас красивый, я уверен, что если бы это была гитара, сделанная со всеми вот такими делами и с такой головой, я бы конечно, но вот почему-то с басом, с вот этим вот больным корнем, с ясенем совсем, 5-струнный, с вот этими вот басовыми звукоснимателями, я, у меня следующая гитара, которая есть, тоже, но я всегда тянусь к этой гитаре, хотя, 5-струн это для меня как 7-струнная гитара, но всё равно вот, мне кажется это красивый бас, почему он у меня до сих пор задержался, брал я его так, попробовать вам показать и всё, так как я особо не басист, но он у меня вот настолько задержался, ни разу даже у меня не возникало желания там, куда-то его продать, или поменять, не, соврал, вместе с Кабранитой я его выставил, но я его не форсил абсолютно никак, я даже забыл, что он у меня там был, пока, пока не удалили эту ссылку, то есть я её никогда не пампил, и запостил я только на одном форуме, и то там, чисто среди бас-гитар, никому на обмен, я никуда не предлагал, то есть очень красивый бас, как по мне, Элрик бас, называется, редкий, тоже руками сделанный, так сказать, бутиковый бас, всё гениальное просто, хотя, если честно, если вы мне напишите в комментариях, то по поводу некоторых гитар, вы же напишите, какие гитары вам понравились, больше или меньше других, какие вы вообще бы сюда не поставили, так высоко, как поставил я себе, но, простая гитара, никаких вам топов, ну, правда, Ebony здесь очень красивая, да, красивый, вот, птичий глаз, клён, вот это вот, абсолютно мне не нравивающаяся, N4 наклейка, но придающая ей такого, сама винтажность этой гитары, и Headstock, об этой голове, я могу говорить очень долго, потому что, когда я искал, я давным, давно говорил эту историю, я когда-то искал гитару для металла, чтобы, ну, типа, стратовская форма, потому что я тогда любил сидеть на диване, играть на ней, потом я ставил вот так на дивану за себя, и у меня были Джексоны, там же на них клюшка такая острая, и думаю, упадёт ещё, в жену клюнет, думаю, не надо, надо вот такую, ну, то есть, типа, стратовской, и когда я увидел вот этот Washburn, ну, не головы, я думаю, всё, вот он, это самый метальный, вот, как бы там ни пытались извращаться над этой классической, стратокастеровской головой, да, и вот, Том Эндерсон сделал морковку там, или где-то не допилили, где-то чего-то, но вот, как-то оно не туда, всегда казалось, что не туда, не, 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 зачем, ну, вот это, это вот такая, я не знаю, как они это сделали, но они это сделали, то есть, это чисто такая фендеровская голова, но сделанная по метальному, вот этот, более, более такой, острый крючок здесь, эта голова, она, на этой гитаре, вот как мы говорили, что, такой стратокастер, который заставляет играть на металле, это чисто стратокастер, лучший, по моему мнению, стратокастер, ну, или шредер, это понятно, это шредер, но вот такой вот он, самый приближенный к страту, но настолько далекий от него, что, это прямо, вообще, это, это, я, я, я эту гитару буду советовать всем, всегда, это, и удобство этого грифа, тоже нестандартный такой, он не тонкий, не толстый, вот он мне даже немножко похож на вот этот Ибанес, который, типа Лес Пола, но только, он не покрашенный, не полакированный, и, это очень удобный гриф, гитара, бас, которая, повлияла на то, что я продал все свои гитары, Дин, я большой-большой фанат гитар Дин, всегда был, есть и буду, хотя, я не самый-самый-самый большой фанат, Динбэга, я люблю гитары Дин, не из-за таймбэга, обычно это наоборот, обычно, сначала любят Динбэг, Динбэг, а потом любят гитары Дин, я люблю гитары Дин, просто по их метальной форме, скорее всего, вот эта вот, голова хедстака такая, да и вообще вся она, и, скорее всего, Динбэг полюбил эти гитары, именно из-за того, что они такие, это бас-гитара, это гитара, моего года рождения, это вот тот Дин, та эра, здесь сделана она, конечно, не по самой басовой формуле, эта гитара, по звуку, конечно, даже мне, не разбирающемуся нифига в басах, она уступает Элрику, Элрик сделан по самым, по самым современным басовым технологиям, то есть, поярче сорта дерева, ясени и так далее, она звучит очень ярко, эта гитара звучит, но вот как, опять же, если из Ласпола сделать бас, сделана здесь, с ласполовской формулой, то есть, махагон, махагон, палисандр, кленовая накладка, и еще и с хамбакерами, он бубнящий, хорошо, но все равно, звучащий бас, это личный, не личный, ну как личный, это личный мой сейчас, но это бас из коллекции Виталия Дубинина, Виталий Дубинин, не на многих гитарах, как вы знаете, бас-гитарах играл в своей жизни, то есть, их всего там, раз-два я обчелся, существует гитар из коллекции Виталия Дубинина, то есть, это придает немножко, конечно, умфа, по-английски умф, есть такое выражение, этой гитаре, и просто вот, все здесь в этой гитаре круто, я даже, даже вот закрываю глаза на то, что это Лос-Половская формула и хамбакеры, хотя вот, честно, мне хотелось бы, чтобы, но уже бы тогда не смотрелось, вот если поставить, да, там, Химич, Презиковский, Пресижен, звучки уже, конечно, не смотрелось, с хамбакерами она смотрится, но по звуку, конечно, это сильно, сильно уже, такой басовый бас, но, я ее поставил настолько высоко, потому что, по-моему, чисто субъективному мнению, это одна из лучших гитар, самых красивых гитар у меня сейчас, ну, что вам сказать, по красоте, мой мастеровой, типа, Кеннет Флоренс, это, конечно же, отличная гитара, особенно, если вы, вот, когда, когда свет с окна, так интересно проходит, она у меня висит, вот сейчас, чуть-чуть, поймал, вот этот вот черный, черный океан, бушующий на топе, плюс, крышечки, плюс, вот это вот, переход, такого, карамельного махагона, вот в этот черный океан, это, это гитара, очень красивая, как мне кажется, иногда, и я согласен, может, с некоторыми из вас, кто думаете, что колечки вот эти, можно было бы, конечно, и придумать, как-то по-другому сделать, опять же, я эту гитару брал, для того, чтобы, и делал ее под себя, для того, чтобы на ней сидеть, и практиковаться в любое время, и, если я там, допустим, учу что-то, или как-то так, мне нужны были вот эти точечки, на грифе, но, по изяществу, тут понятно, что можно было, или вообще без точечек, и смотря, как на них упадет свет, иногда они сильно выделяются, иногда, вот как сейчас, они не сильно выделяются, то есть сейчас они выглядят намного лучше, но это, опять же, временами, она с Флойдом, и, если честно, с Флойдом, Explorer, это, не самое уродливое явление, не самое уродливое зрелище, мне эта гитара нравится, все больше и больше, в последнее время, что не юрал, потому что у меня оборот гитар, сейчас идет большой, но, надо ее сейчас взять, поднастроить, и это, я считаю, одна из, самых красивых у меня гитар, но тут не ловит, не ловит, что-то камера сейчас, она отображает, но вот иногда, иногда, как-нибудь, ты на нее посмотришь, думаешь, все-таки нормальный, хороший топ, ну, а если без Лес Пола, то, это будет настоящий, Кене Флоренс, когда они висят, настоящий, Кене Флоренс, проигрывает, но, когда ты берешь, эту гитару в руки, вот эти вот, все, все аспекты, все, как она сделана, как она чувствуется, вообще, везде, не только при игре, а при, вот, когда ты ее берешь, когда ты ее ставишь, это одна из лучших гитар, если не самая лучшая, которая у меня вообще была когда-либо, и, когда вы, включая эти точечки, на ней, горящие, вы отправляетесь, к звезде, кассиопе, ну, кассиопе, это созвездие, или как там оно, короче, это, мне кажется, одна из самых лучших, самых красивых гитар, которые у меня, когда-либо были, да и вообще, Кене Флоренс, оставить куда-то, на низкое место, просто совесть не позволяет, ну, вот, действительно, очень красивая гитара, очень красивая гитара, все аспекты здесь сделаны, вот, по модерн, думаешь уже, как, не смогут они сделать, но даже, вот, я с прошлого видео, посмотри, период, эти вот каты, кленовые, толпы с дуба, там, моренного, там, тысячелетнего, там, сколько ему лет, переходы, вот, на хедстаг, как, сделаны, как меч какой-то самурайский, сама, сама инкрустация, название, вот эти вот, серебряная проволока, везде по краям, это, ну, опять же, полумесяцем, мультимензур, это, это одна из самых красивых гитар, кто у меня когда-либо были, и тут, да, тут глупо просто спорить, они, пи-тайп, анчинт, они, ну, и, гитара, которая сейчас, наверное, вам, может не так казаться красивой, то есть, picture, должна, do the justice, фотографии, не передают всю красоту этой гитары, даже моя жена зашла, и вот, все гитары на нее посмотрят, ля, какая красивая гитара, мне всегда нравился такой синий, джинсовый такой, цвет, то есть, переходящий, это прям совсем, тут окантовка по ней идет такая, как бы перламутр, я не знаю, вы не увидите, как бы перламутр, но это не перламутр, многослойная, и вот, вместе с вот этими перекатами, джинсовыми, со всем вот этим, это просто, ну, отлично, отлично выполнены, именно по красоте инструмент, тут, тут, тут нельзя, просто нельзя ставить инструмент никуда, и плюс, конечно же, понимание того, что все, что стоит на этой гитаре, это абсолютно топовый, от лака до, до, до пластмассы, это, это действительно красивый, и, кстати, очень интересный, я еще не сделал вам обзор на него, но, наверное, один из самых лучших, звучащих инструментов, которые у меня сейчас есть, и это, впервые, я так говорю, о майонезах, обычно я, немножко, крутил носом, я не знаю, может они их делать стали лучше, или как, но эта гитара, это просто, просто волшебно, с обычными, сеймурданками, было несколько гитар, сегодня, на которые, вы посмотрели, и сказали, ну как, ну почему она страшная, и это, от Насти гитар, потому что, вы когда на нее смотрите, вы видите турецкие символы, я, кстати, турецких символов на ней не заметил, пока вы не начали писать, мне в комментариях, типа, Киркамычо Турак, зачем он турецкие символы, сюда прицепил, и так далее, когда смотришь на эту гитару, и ты вообще фанат фильмов ужасов, как я, и я пересмотрел все вот фильмы, связанные там с каким-то символизмом, и так далее, нет большего символизма, в американских, вот этой вот антологии, там всякой, фильмов ужасов, как не антология, как назвать это, все фильмы ужасов, вот, есть такой какой-нибудь аспект, среди них, который вызывает прям страха, причем настоящий страх, не просто там, вот ты посмотрел фильм, увидел там какого-нибудь зверя, и все испугался, я потом забыл про него, после того, я выключил фильм, доска Уиджи, доска Уиджи, это действительно вещь, которая пугает людей, босс тому пример, моя жена, когда дочка просто нашла игру в магазине книжном, такая, оу, Уиджи игра, я хочу купить, ну там вот, лежит монополия, и лежит Уиджи, жена аж прям так серьезно, не, 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 брось ты ее, то есть вот, это гитара, и вот это вот Уиджи борт, то, как сделал ее Кирк Хаммед, это я не знаю, вот, может напишите и подскажите мне в русскоязычном, вот, кто понимает, что такое Уиджи борт, и вы может какой-то эквивалент русскоязычный, можете такого, предложить, перевернутый крест, это говно, ну там могут писать, пентаграмма, это не то, пентаграмма на гитаре, там, перевернутый крест, где-то на гитаре, это все детские, абсолютно лепят, по сравнению с этим, там, не так бояться, там, перевернутый крест, это, да, ну, сатанинский знак какой-то, это как свастика для русского, там, и так далее, но вот Уиджи борт, ее действительно бояться, допустим, бояться, что если ты что-то с ней сделаешь, ты действительно вызовешь духа, и это действительно такое есть, и вот эти вот полумесяц со звездой, это именно вот этот знак, ну, ну, то есть нет, знак тьмы, знак ночи, знак, ну, негативный знак, он здесь выполнен в, зеркалом сделанной, инкрустация, то есть она трехмерная, в нее можно смотреть, и вот ты когда смотришь, весь вот этот вот ансамбль, это гитара, которая сделана для металла, сделана для одного из топовых музыкантов, которые, ну, по крайней мере, начинали весь металл, и делали металл тем, чем он является сейчас, это одна из красивейших гитар, которые у меня есть, просто, опять же, я понял всю эту суть, как же, какое слово, не антология, не суть, а, вот, блин, я уверен, кто-то из вас может написать это слово, которое я хочу здесь произнести, то есть, вот эти вот сказания, как вот то, что находится за, вот просто картинкой на гитаре, ну, и самая красивая моя гитара, это, это вычи, сделанная в негативе, она так и называется, ну, то есть сделанная в негативе, та черная, это сделает, а это прям как негатив от черного, то есть, здесь добавлен еще один негативный фактор, инкрустация с месяцем, с вот этим вот обозначением тьмы, зла, нет, негатива, и она вся выполнена в негативе, почему эти гитары, вот опять же, очень-очень популярны, это не просто потому, что это гитары Кирка Хаммета, у Кирка Хаммета очень много было гитары, и, как мне кажется, вот это его некоторые гитары, там, допустим, Кашин Хат, они были более культовыми, он на них играл больше, на них черный альбом, на нем самый пик проходил, это уже как бы попозже все было, здесь добавляется вот именно вот эта жуть, наводящая доска, Уиджи, плюс редкость этой гитары, плюс опять же Кирка Хаммет, ну и все, что есть, что вам не понравилось в Санкастере, напишите, если еще не написали в комментариях, что вам не понравилось в Уиджи, да, ну вот такой вот список, и я скорее всего здесь уже сам знаю, сам вижу, какие гитары вы сделаете мне предъяву, я уверен, что некоторые гитары из 105, вы, наверное, чуть ли не в bottom 5 всунете, вот у нас же самую топовую мою гитару, вы там чуть ли не в самый bottom поставите, но вы мне это все скажите, напишите, а я вам всем скажу большое спасибо, особенно большое спасибо друзьям канала, я знаю, что иногда друзья канала меня поддерживают, даже когда это им не сильно хочется, но это вот и определяет для меня, кто вы есть для канала, и это меня мотивирует, на канале гитарной истории только интересной гитары, следующая гитара, которая мне придет, я уверен, она была бы у меня в топ 5, но мы с вами посмотрим, очень, очень интересная гитара, одна из самых культивейших, такое слово придумать, гитар, которые у меня когда-либо были, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok